Всем привет! Это канал Тысяча Штук и вот что мы сегодня сделаем. Мы уже проводили такой эксперимент с Mi Band 3. Он был немножко сомнительный. Давайте попробуем провести такой же эксперимент с Amazfit Bip. И заодно ответим на вопрос, можно ли заряжать Amazfit Bip обычным адаптером от зарядки телефона. Значит, что по этому поводу нам вообще пишут в интернете и производитель. Вот смотрите скриншот. Значит, в принципе заряжать можно. Никакой сложности, никакого излишнего нагрева, ничего возникнуть не должно. Я думаю, что уже давно все поняли, что контроллер аккумулятора не даст ему не перегреться, не испортится, ничего. Но мы попробуем зарядить, посмотрим сколько пойдет времени и заодно посмотрим, какой объем аккумулятора у нас в Amazfit Bip согласно этому счетчику. То есть вы помните, что в Mi Band 3 у нас получилось 72 вместо 110. Посмотрим, что получится с Bip. И от этого уже будем какие-то делать выводы. Итак, давайте соберем наш пазл снова. Все как всегда. Это сюда, зарядка сюда, сами часы сюда. Чего не хватает? Не хватает розетки. Сейчас организую. Итак, вот у нас приехала розетка. Давайте включим и в этот раз сбросим сразу же все. Значит, нажмем на обнулить. Ну, давайте посмотрим. Значит, вы видите, что зарядка у нас пошла на часах. Что у нас здесь получается? 5 вольт и 0,08-0,1 ампер час сила тока против 0,04 на Mi Band 3. Так что давайте, зарядка пошла. В общем, времени у нас здесь 18.45 на часах. Вперед и посмотрим через какое-то время промежуточные результаты, что там вообще получается. Что ж, первые промежуточные результаты. За час 23 у нас закачалось 120 мАч. И вы видите, что сила тока упала почти в два раза. То есть, мне так кажется, что зарядка начинает более-менее, скажем так, подходить к концу. Да, здесь у нас уже... Ну да, это уже верхнее деление пошло. Ну, нормально. В общем-то, у нас должно получиться 170 мАч. Там аккумулятор 190-200, минус имеющийся 15%, остается 170. Значит, стартовали мы с 15%. Так что, ну, давайте еще немножко подождем, посмотрим, что там будет дальше. Так, ну вот, у нас опять сила тока 0, 129 мАч, час 47. Но часы еще заряжаются, еще зарядка продолжается. Давайте подождем еще немножко и посмотрим, что там продвинется дальше или нет. Итак, что я вам скажу. Батарея заряжена. Вот вы видите, нам это написали. Здесь ничего не изменилось. Час 47, 129 мАч. Значит, мы начинали с 15%. Значит, это еще плюс 30 мАч. Значит, получается 160 при том, что должно быть 190-200. Значит, у нас либо на 30 мАч деградировал аккумулятор за год, что маловероятно при 10-12 зарядках. Либо второй вариант, что действительно вот эта вот электронная штучка считает слабую силу тока. Ну, она ее не считает, скажем так. То есть, поэтому у нас здесь уже все остановилось, а часы еще продолжают заряжаться. Вывод какой? Заряжать от обычного адаптера для смартфона можно. С этим нет никакой проблемы совершенно. Никакого нет ни нагрева, ничего. Все заряжается стабильно. И заряжается, в общем-то, за два с небольшим часа. Так что смело заряжайте, пользуйтесь. Я полагаю, что ничего страшного не произойдет. Но, конечно, если что, я ответственности за это не несу. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok